Руки папу, который сделает все и только который понимает его, вот тогда для него вся жизнь обретет краски, вот тогда для него начнется настоящая жизнь. Вот это то, чем занимаются вайшнавы. Продолжение следует... 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 Оно говорит, что Здесь говорится о том, что Только имя Кришны Только имя Хари Три раза говорится Имя Хари, имя Хари Может спасти от этого зла А во второй строке говорится Другого способа Нет, нет, нет и нет Да, как это Бену Гопал, Брабу Вот, как это Набасибик Я приехал из Индия Я хочу, что это Бену Гопал, Брабу Первое, я не знал его имя То есть, где стоит Россия Кто находится, это Набасибик Кто находится, который находится Набасибик Теперь он был Бену Гопал Как это, мне тоже Мне тоже, мне тоже Папа, Лар Так что, неужели, я знаю, кто это Это человек Неужели, я знаю, что Набасибик Набасибик Тогда я могу Считать, что Считать Искать 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 Поэтому мы сейчас здесь. Вот точно так же, если мы хотим обрести в своем отношении со своим папой, надо сначала знать, как это у папы зовут. И вот это имя также приведет к нему. Субтитры создавал DimaTorzok Веды говорят, что имя Кришны слаще самого сладкого на всем свете и оно полезнее самого полезного, существующего на этом свете. Повторив его, человек освобождается от всех своих грехов, от всех. Вот такая слава имени, святого имени. Да, это имя Кришны Махаммад, это имя Маха-мантра. В нашем Индии, это мантра, мантра, это очень, очень мощное. Это неизвестное, что он может сделать. Пассивно. Это очень мистикная мощность. Это мантра. Это имя Мантра. Эти имена, святые имена, заключены в особой мантре, называемой Маха-мантрой. Что такое мантра вообще? Мантра это то, что обладает сверхъестественной способностью. То, что ты в данный момент сейчас не можешь, ты это можешь осуществить благодаря мантре. А это Маха-мантра. Маха обозначает самая великая ведическая мантра. Как мы понимаем, как мы никого обстрируем стабильным проблемам. �. Вы не сможете решить их три гоблина. В рамках есть стоя. Таким образом, как это. Но этот Махамантра не может быть возможно. Если вы чадите имя Господь, что вы слышите, это очень сложно решить это все подобные проблемы. Это имя Господь, эта мантра, вы должны быть счастливыми. И спроси сейчас каждого человека. Ты всем удовлетворен в этом мире? Тебе больше ничего не надо? Ты уже полностью счастливый, удовлетворенный человек. Ничего не надо больше. Мы скажем, нет, у меня еще кое-какая проблема есть, которую я хотел бы решить. Но потом, когда мы ее решаем, даже если... Конечно, у нас не одна проблема. Допустим, одна. Допустим, мы такие счастливы, у которых только одна проблема. Допустим, мы ее... И когда мы решим эту проблему, мы увидим, что за ней еще три других стоит. Потом мы думаем, ну вот эти, если три проблемы решу, потом уже жизнь пойдет спокойно. Ты решаешь эти три проблемы, там будет пять тебя ждать. Почему оно все так работает? Махарач говорит, что если человек начнет повторять Хари Кришна Махамантру, там не будет сзади трех проблем, там не будет сзади пяти проблем. Это на самом деле решает все наши проблемы. Поэтому, Махарач говорит, повторяйте за мной эту мантру. Поэтому, Махарач говорит, повторяйте за мной эту мантру. Но его имя Хари Кришна. Наши депутаты, они не знают. Это Хари Мини, все такие проблемы, которые могут двигаться. Вы знаете, проблемы. Кришна Мини, наш уменьшительный, Кри Мини, Аттрактивный Снам Мини, дарует мне блаженство. Рама Мини дарует мне всем. Харам. Из каких имен он состоит? Из каких слов? Слов имен. Первое, это Харе. Харе обозначает, О, спаситель от всех моих проблем. Кришна. О, самый красивый, который полностью привлекает мое сердце и дарует мне блаженство. И Рама, тот, который... Рама Магарач говорит. И Рама, это тот, который дарует Рам. Покой в сердце. Когда мы обращаемся с этой мантрой, мы получаем этот результат. Харе, Кришна. Харе, Кришна. Харе, Кришна. Харе, Рама. Харе, Рама. Харе, Рано. Харе, Рама. Харе, Кришна. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Но тем не менее, есть те, которые на самом деле владеют этой наукой, потому что люди деградируют постепенно. Итак, в соответствии с этой наукой они могут вам сказать о том, где вы родились, сколько у вас детей, какой болезнью болел ваш ребенок, когда какой болезнью болели вы, сколько у вас там браков, обычно женщины спрашивают, будет ли у меня еще любовь. Самый частый вопрос, меня когда просят переводить к астрологу сходить, приходит бабушка 60 лет, спрашивает, у нее еще будет любовь или нет. Ну так вот, вот тут вот написана наша судьба, наша карма. Но никакой этот астролог, даже если вы много денег заплатите, поменять он линии ваши не сможет. Он может в лучшем случае, он может сказать, что на них написано. А как же, а можно ли их поменять? И вот Махарыч говорит, если вы будете сказать Кришна Магамантры, хлопать в ладоши, вы увидите через некоторое время, что у вас линии плохие поменялись на хорошие. Знаете об этом или вы не знаете об этом? Поэтому Махарыч говорит, если у вас есть линии плохие, а линии у всех плохих, в калилюбе, то хлопайте в ладоши, чтобы они изменились на хорошие. Почему? Потому что Кришна все это создал, он может это поменять. Когда мы хлопаем, это мы как будто аплодируем Харе Кришна Махамантры. И поэтому линии меняются. Можно я одну маленькую перерыву? У нас вот есть про Харе Кришну Махамантры, где это называется Шри Харинама Махамантры. Это он в конце положительный, он в конце положительный, он в конце положительный, он в конце положительный. Угу. Все Харе Кришна Махамантры. Да. Окей. Харе Кришна Харе Кришна Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он говорит, что я могу спросить, что я могу ответить. Ну, что? Один человек, он собрал деньги, работал, собрал деньги, только собирая свою жизнь. Один человек собрал рубль и полностью собирая всю семью. Кто больше, чем Бог? А второй зарабатывает деньги, чтобы обеспечивать свою семью. Кто из них выше? Ну, тогда он говорит, кто полностью обеспечивает всю семью. Ну, как жизнь, когда вы чатите своё сердце, вы только от вас. Но когда вы чатите громко, это сабда Брахма, это не одинаковое название, это не отличие от Бога, это имя Бога. Главное название. So, когда этот название открыли, как это был тверкин, спа, светеор, собрание, животное, нет, они не могли чатать это, только умение. И когда этот христиан сабдался, они будут докумены, то, что они всегда животные, они уже получают commandment. Так что, он говорит, это кортака� по пура. Ну, это пура, он говорит, Если кто-то говорит, что если кто-то плачет милостью, что вы получили счастье, если вы плачете громко, то больше, чем 100 раз, вы получили 100 раз. А у кого-то и нет такого рта. То есть животные не могут повторять, птицы не могут повторять, трава не может повторять, растения могут повторять. А ведь это всё живое. И оно тоже хочет быть счастливым, и тоже хочет избавиться от своих грехов. И поэтому, когда мы повторяем громко, они получают от этого благо, как если бы они это повторяли. То есть это как содержать свою семью. И поэтому в Ведах говорится, что громкое повторение Харе Кришна, Маха Мантры, оно в тысячи раз могущественнее, чем повторять про себя. Потому что, когда громко повторяем, ты помогаешь другим, тебе ещё больше придёт благо. Да, сейчас в этом мире, сейчас много нанесенцев. Почему это коллегия с коллегией? Почему мы с другими раздражаем? Почему мы все потому себя getting depressed? Инто обещаете, кто-то беспокоит. Инто Не этихupl Orangeope очень нет. Ты неáveliste Матрилbox. Почему они беспокоит? Это же время хороший карма. Прямо хороший карма. Поэтому, это Господь Нем, и теперь все все идет. Так что все идет нонсенс, и все идет нонсенс. Бхагава, Бхайат, Калиш, Дхутам, Панамстри, Муссана, все идет нонсенс. Все идет нонсенс, и все идет нонсенс. Так что вы умеете в таком случае. Только Третья Нем и Бхарати, и вся подобная беда и буховь. Эта Харан Кришна Махамантра способна очистить как нашу жизнь, так и жизнь людей, которые вокруг живут и этого не замечают. Махач говорит, в этом мире почему мы все страдаем? Потому что мы пожинаем плоды своих прошлых поступков. Какое семечко посадили, такое фрукты вырастают. И все страдают из-за того, что уж слишком много грехов было в прошлом. Приходят последствия этих грехов. А когда человек громко повторяет святое имя, Махач говорит, в этом мире все вокруг занимаются различными глупостями. Какими различными глупостями занимаются? Играют в азартные игры. То есть то, из-за чего человек начинает врать, для него становится его родной природой, привычкой. В этом мире занимаются глупостями, принимают самые разные интоксикации. Для собственных удовольствий. Одни притормаживают деятельность головного мозга, другие возбуждают ее. А третьи лишают полностью рассудка. Самые разные. Начиная с наркотиков, алкоголя, различные возбуждающие средства и слишком расслабляющие, затормаживающие головную деятельность. Интоксикации. Вот эти две вещи несут, это является грехами и поэтому несут плохие последствия. Далее, незаконные связи. По ведам, если муж и жена в браке, у них это должно быть на всю жизнь. По ведам не разрешается менять мужа, как перчатки, и жену, как перчатки. Веда объясняет о том, что это иллюзия, что вот кажется, мой последующий муж, он будет гораздо лучше. Или моя последующая жена, она будет гораздо лучше. Это у нас приходит по карме. А не потому, сколько раз мы это поменяли. А наоборот, из-за того, что мы меняем, это грех, из-за которого придется платить. И четвертое, это гимса, джива гимса, насилие, самое разное насилие над другими живыми существами, которое тоже возвращается, безусловно, в нашу жизнь. То есть, когда мы кому-то-нибудь руку сломаем, это возродится в нашу жизнь. Если не сразу тот, который пробегут тебе и другую руку сломают, либо через некоторый период времени это случится тем или иным образом. Сюда включают и то, что едят мясо. Куда денется эта боль, когда животного на этом скотобойне во всей этой атмосфере сдирают заживо кожу, с него выливают кровь, он висит перед тормашками, видит все остальные трупы. Куда денется эта боль и агрессия? Ненависть, злоба. Куда она денется? Куда эта энергетика денется? Она вся будет в этой плоти, которая лежит красиво на витринах в разных упаковках. И потом мы, те, которые за это платим, страдаем по этим грехам. Тогда в нашей жизни будут приходить несчастные случаи, неудачи, увечья и насильственные смерти. В нашей стране, когда много проблем не услышали, они не могут решить этот вопрос. В нашей стране, в нашей стране, в Карт嘗, на Мридан, Карт嘗,. И все люди чают «Хари! Кришна! Хари! Кришна! Кришна! Хари! Хари! Рама! Хари! Рама! 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 Хари!». Они не могут делать ничего, они не могут делать ничего, они чают этот Господин имя, «бритрангкрата», и все всегда, все они могут делать что-то, чтобы двигаться. И люди полностью испытывают стресс, депрессию, печаль, то тогда Вашнава выходит с мариданками и короталами, идут по улице и очищают всю атмосферу. И тогда наступает долгожданное облегчение. Таким образом, если вы проживаете этот Господний Ним, если вы проживаете этот Господний Ним, то есть, как Евангелие со всеми, в OUR BIZ, которые говорили, почему она теперь степла? поэтому многие answerи эти слова. Почему? Почему она степла степла? Почему? Почему в России она степла степла? Только какой-то довbaum, они поспили, они встепляют этот Господний Ним. Поэтому, конечно, я доводство не степла без накры. Вот самая, как из России, Россия-Сид 7, Россия-Американ£ Атому-Бем", но вы хоть и есть шансы, Если они выиграли, Россия-America aso 완� моментов, когда вы 끝нете, значит, что они возможно对 бhajan Conversл wtedy magari Roberto gaat не посъяснить, аHN,ما хотите? amor нового родистов TERS «маш притletок», если Бог говорят Веды объясняют, что Господь поддерживает жизнь в этом мире, все развитие, все движение. Для какой цели Он это делает? Не для того, чтобы люди здесь совершали грехи. Тогда бы надобности в этом мире не было бы, и этого мира тоже. В этом мире только один смысл, одно назначение — это чтобы внутри, в нем, кто-то повторял святые имена, кто-то совершал свой баджан, свою духовную практику. И Махарач говорит, там, где перестают это, если, например, в мире перестанет это делать, за мгновение от этого мира ничего не останется. Он говорит, вот сейчас идут критические отношения, натянутые отношения между Россией и Америкой, и у того и у другой находится атомное оружие. И он говорит, этот мир будет теплиться только до той поры, пока люди здесь занимаются баджаном, пока люди повторяют святые имена. Если будет только грех, и никто уже на самом деле не будет повторять святые имена, тогда в этом надобности не будет, и ничего не останется ни от России, ни от Америки. А пока там повторяют святые имена, это не случится. Махарач говорит, Господь хранит честь России только потому, что здесь поклоняются всему, но здесь повторяют его имена. С muscleом был испiek и отьем Кришна gilt если там детский разги, как Анастасул. В Бхагавадгите, в Махабарате, те, кто смотрит этот фильм, там Кришна просит Араджуну, своего друга, говорит, «Объяви всем, что Мой преданный никогда не погибнет». Араджуна ему отвечает, «Кришна, ну объявись сам». Кришна говорит, «Если Я объявлю о том, что Мой преданный не погибнет, и если другой Мой преданный сделает какую-то другую клятву, мне где-то может придется уступить. Но если Мой преданный что-то скажет, я просто обязан исполнить Его слова». Да. Поэтому, Макрадж говорит, «Повторяйте громче эти святые имена и очистите Новосибирск. Нужно очистить весь мир». Ха-ли-кришна, Ха-ли-кришна, Хрися-рин-хри NES, Хри-хари, Хари Нама, Хари Омма, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 И вот заметьте, три процесса. Слушать, рассказывать и медитировать. И посередине находится рассказывать. Киртан. Почему он находится посередине? Он является самым главным. Почему он является самым главным? Если я говорю, то в этот момент я и слушаю, я себя слышу. И в этот момент я медитирую. Мой ум думает именно о том, что я говорю. Поэтому в одном, только одном процессе находятся все три. Продолжение следует. То есть Кирта нам это не только рассказывает, это когда мы поем громко вместе Харе Кришна Махамантру. Вот смотрите, в чем можно видеть, что оно превосходит все остальные. Если человек сидит, слушает, и кто-то начинает петь Харе Кришна Махамантру, все будут к нему поворачиваться, «Эй, эй, хватит уже, нам нужно, мы сейчас слушаем». Это сразу забирает ум. Слушание, сосредоточение, внимательность прекратилось. Если, например, Махарадж говорит, кто-то занимается медитацией, и кто-то рядом совершает Киртан. Быстренько медитация закончится, говорит, «Эй, подожди, я сейчас медитирую, потом попоешь». То есть Киртан, он забирает внимание. Он больше всего влияет на наш ум. И иногда, как это, нужно медитаться, потому что очень трудно смотреть медитацией. Медитацией. Минт очень резко. Кришна Махамантру, Бхагавад, Китах, Чанчал, Химана, Кришна, Пармати, Балават, Дридхам, Тасям, Ниграха, Манья, Пайу, Рева, Судаскарам. Кришна Махамантру, вы не сможете видеть, но вы не сможете контролировать этот минт. И не получите. Только один секунд, он, когда он может выглядеть, он может выглядеть. «Да, GNамитка» хочет быть здесь, так ли это. Незийный, это такой минт. Минт очень резкий минт. Он рассказывает, это еще если вы слушаете, когда вы смотреть, где во время должно выглядеть. И время вы слушаете, когда вы многое то есть, киртане. Но когда вы логично бисесь в Киртане, это вы можете смотреть, Если вы делаете это, ваша сознание никогда не будет вверх. Они полностью обжаривают это Киртана. Махабрабху рассказывает, что это Киртана, это Калию, это Харинам, это самый самый лучший садхан. Чайтанам Махабрабху, он принимает все это, всегда Киртана. Посмотрите, какая сила у Киртана. Если, например, мы попробуем заняться медитацией, сейчас вот сядем в правильную позу, закроем глаза и будем на что-то сосредоточивать свое внимание, на что-то медитировать, как долго мы сможем просидеть? Ладно, просидеть. Ведь нужно и думать только об этом объекте. У нас буквально за минуты-две наш ум уже начнет побывать и дома, и на работе, и кто чем занимается, и как я при этом выгляжу. И все, что происходит, он в другую сторону улетел, в третью сторону улетел. Ум необузданный и неуправляемый. Невозможно сейчас заниматься медитацией. Говорит, а посмотрите на другую сторону. Вот когда громко поем, сейчас Киртан, ум ведь сейчас не думает ни о работах, ни о семье, ни о чем-то другом. Ум думает о том, о чем мы поем. Именно поэтому является самым сильным видом бхакти, самым лучшим процессом. Поэтому Чайтаня Махапрабху вместе со своими спутниками провозгласил, что именно намасам киртана, то есть воспевание, громкое воспевание, красивое воспевание, воспевание святого имени, это самый высший процесс. И поэтому он сам лично, этот великий, великий святой реформатор, и сам Господь, который пришел в образе святого, он сам выходил со своими спутниками и шел по этой земле, и провозглашал Шихаринаму Санкт-Киртану. И если тебе нужно, то есть практика, прямая жизнь, ты сможешь в течение дня. В день творения, 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 творения... и в том числе текста ты умираешь в течение днях и творения. Но если ты приходишь к mansionу, в течение днях это мрданг и в трусах, только за 5-10 минуты ты делаешь киртана. Потом ты можешь вокруг... И вспоминать, по тому же похожеств, по тому же труднее работать. В工作 и вашей воспитании завершаетесь, при спутник, и пристанчиво тренируется в течение днях и пары, Продолжение следует... Грихат Голого Хайбиник, Голого Вриндава, выяснилось, что Голого Вриндава выяснилось в вашем доме. Да, как в Мама Голого Хайбиник играет, как красиво поют на саддомухе. Грихат Голого Хайбиник, Маха Проталим Бхайя Картал. Говорит, если нет дома, а Марик Данги, Караталы, вот эти Караталы берут там. У каждого есть дома эти музыкальные инструменты. Если вы дома сядете и начнете петь Харе Кришта Маха Мантру, подбивая себе ритм, вы увидите, через пять-десять минут у вас от стресса ничего не останется. Лекарства никакие принимать не надо. Ванны никакие с пенами принимать не надо. Нужно просто петь Харе Кришна Махамантру и хлопать в ладоши. И Махапоэта Мумовщина Бхактевну так, родина из великих святых, тоже говорит, что если дома поют Харе Кришна Махамантру, этот дом становится не от мира всего. Этот дом сразу меняет свою атмосферу. Он сразу превращается в филиал Духовного мира, в филиал Галокки Брэндавады. Да, так что, когда Нарада спросил Кришна, «Ой, Кришна, где я стоял на вашей адресе? Если я иногда искал, чтобы не выяснить, как можно искать, что у вас есть адрес? Ну, почему я не знаю? Если у всех есть адрес, то почему не есть адрес? Ну, вы можете дать вашу адрес? Ну, мой адрес is the Кришна himself. Кришна, он рассказывает, «На ахам басами баикунте, йоги нам хридайна». Кришна рассказывает, «Кришна рассказывает, что я стоял на баикунте». Кришна рассказывает, что я не стоял на баикунте. «Кришна, где ты живешь?» «Кришна, где ты живешь?» «Кришна, где ты живешь?» «А где ты есть?» И тогда Кришна отвечает, «Там, где мой преданный будет повторять Мои имена, то есть петь Харе Кришна Махамантру, я там буду присутствовать. Если вы хотите почувствовать присутствие Бога у себя дома, пойте, пожалуйста, дома у себя Харе Кришна Махамантру». Так что, кто спросит Кришна, «Кришна, у вас есть телефон номер?» «Я не имею телефон номер». «Можно я не имею телефон номер?» «Можно я вам звоню?» «Я могу звонить вам». «Хорошо, вы можете звонить. Это «108». Что это означает? Это «Мала». Они спрашивают, что «Аре Кришна, это «198». Когда вы спрашиваете Мой имена, я и Мой имена, вы можете раздражать. Мобильный телефон есть номер мобильного телефона?» «Кришна говорит, есть номер 108». И вот это мобильный телефон, по которому звонить Кришна. Там «108 бусен». Поэтому повторите все «Харе Кришна Махамантру». «Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Харе». «Харе Рам, Харе 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 Р Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 вершитель судеб тот который определяет что мы делали за жизнь взвешивает и определяет нашу следующую жизнь иди к этому богу смерти и он тебе это покажет и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 И когда народ громко повторял Харе Кришну Мага-мантру, то миллионы этих хороших вдруг исчезли. И можно было увидеть, что они все отправились в духовный мир. Они искупили все свои грехи и отправились не просто в этот мир, а в смертный мир. Они отправились в духовный мир. И к нему подходит Ямарадж и говорит, ты видел, что нет разницы между именем Кришна и самим Кришна. Нарада громко повторял Харе Кришну Мага-мантру, и был точно такой же эффект, как сам Господь там появился и простил из-за всей грехи. Нарада громко повторял Харе Кришну Мага-мантру, и сказал Харе Кришну Мага-мантру, и сказал Харе Кришну Мага-мантру. Нарада громко повторял Харе Кришну Мага-мантру, и сказал Харе Кришну Мага-мантру. Он говорит, оставь все в этом мире и предайся мне. И когда ты мне доверишься, и только я смогу помочь. Я только освобожу тебя от твоих проблем, от твоих грехов. Почему же он так поступит с нами? Потому что у нас с ним какие взаимоотношения? Моего дети, он отец. Какие бы ни были непослушные дети, все равно, если они придут к отцу и попросят прощения, отец же их из любви прощает и все им прощает, вот точно так же принимает и все прощает, вот точно так же и Кришна, какие бы мы тут глупости не совершали, за это можно получить прощение, а нужно просто попросить об этом Кришну. Итак, с Чагой Мадхай, есть лучшие активации, очень большие, загустные активации, здесь есть Джамдуут, каждый день занимают, что делать, не занимают, посетят, и они compulsуют и к читргуста, он писал, читргуста «карма», и что это хорошо, и что это то, что этот самый лучший карман, И, врачах, каждый день они не mentали, они так непонятно. Врачах и он вторг짓. И он все пишет китракуста. Вы просто ставите к нему что? Когда-то человек поступал всем сферские действия. Все, каждый день во-вратах и много разоззывал. Это скажи,aidя выскрепляет, но все умерло, на расположение огромное, но когда махабархов пела, и ибо Продолжение следует... У этого вершителя судеб, богосмертия Мораджа, есть секретарь, которого зовут Читрагупта. Чем он занимается? Он на всех нас пишет досье, где что мы совершили. И Мораджа сказок, была одна история в Бенгалии. Там жило два очень больших грешника, Джагай и Мадгай. И вот они какие только грехи не совершили, все вместе взятые. Читрагупта много-много трудов потратил, много-много исписал бумаги, записывая все грехи. У них весь дом был наполнен тетрадками, исписанными грехами. И так получилось, что эти два грешника встречают одну из инкарнаций Господа, Чайтаню Махапрабу. И они еще умудрились разбить голову его брату. Но все равно они попросили за это прощение. И Чайтаню Махапрабу простил их. Он забрал на себя и грехи. И они мгновенно превратились в святых с чистыми сердцами, с чистым сознанием. И испытали огромный экстаз любви к Господу. Вот на так могущественное святое имя. Так могущественные слова Кришна. Кришна говорит, предайся мне, и я освобожу тебя от всех грехов. Вот точно так же они, последовав этому, они очистились. Итак, Махапрабаба говорит, «Окей, я могу взять все грехов, но одна вещь». Что это? «Ар-йадин-на-карис-саб-дай-мор». То есть, я могу взять все грехов, но одна вещь, и одна вещь, и один из-за того, что «Ар-йадин-на-карис». До сегодня, если вы не делаете никакого плохого, и все двигается, и все это будет полностью. Я могу взять все грехов. Кришна говорит, «Я заберу все твои грехи. То есть, к тебе не придут последствия твоих грехов. Но при одном условии. Только если ты пообещаешь больше этого не делать. То есть, нужно обратиться к Нему, попросить прощения, и действительно больше этого не делать, обещать. Вот тогда действительно мы не получим последствия за свои грехи». Я говорю, «Ар-йадин-на-рапа, прабху, нет. В Индии, как я здесь, мне не хочу делать это. Мы полностью вернемся к Нему». Поэтому Магарадж вас призывает к этому. «Доверьтесь Кришне, вручите себя Ему и повторяйте Его святые имена». Да, нет времени. «Двадцать минуты?» «В двадцать минуты чего?» «В двадцать минуты чего?» «В двадцать минутах мы должны уйти, Магараджима». «В двадцать минутах?» «Мы можем быть немного поздоровыми, для прасады только в архитектуре». Я могу рассказать с этой историей дешевле, да, в конечном варианте только в Афинопаде. Я делаю ее и закончу. Хорошо. Он могу рассказать эту историю. Это с ненавейший Снег Картамани. Помогите кое-что? Вы можете рассказать эту историю. Хорошо. Это прекрасная мягкая. Прежде всего рассказать историю, он может рассказать эту историю. Участливо, попробуйте вспомнить эту историю. И как вы слушаете этот скрытый Нем? Делайте этот скрытый Нем? Харе Кришна, возьмите маик. Делайте этот скрытый Нем? Это Кришна говорит, что его Нем? Харе Кришна, вы слушаете? Да. Так что он говорит, что его Нем? Продолжение следует... 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 Это очень опасно Когда прознают, что у тебя Периодически ты золото носишь Тебя будут встречать У тебя не только в ювелирном магазине А за соседним поворотом тоже Поэтому он поразмыслил, что гораздо лучше Когда у тебя есть камень Чинтамы Который исполняет любое твое желание Потому что зачем нам золото? Для того, чтобы он надеял на это золото Исполнять свои желания А тут напрямую, без посредников Соответственно, он выкидывает то, что получил раньше Камень Чинтам не кладет глубоко-глубоко себе в карман Какова мораль? Да, the final, the reason Why Чинтам? So, 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 Gurudev, he gave this chotki He don't think this is the ordinary thing This is the himself, the Lord When you are chanting, chanting slowly You are all on earth, move your heart All kind of material, desire, move your heart Then you saw this himself, this Lord's name Himself take form of Krishna You know? That time, Fadiqan asked this holy name This holy name All kind of desire He fulfilled the whole kind of desire И какая же мораль этой истории То есть, что такое Камень Чинтам, они И что такое все остальное Все остальное, понарастающее Это различные материальные блага Которые имеем Это различные вещи, которые нам помогают жить Как-то существовать Но Чинтам, они То, что исполняет наши желания Это святое имя Это четки, которые дает Гуру Дэв Это само святое имя Это сам Кришна, проявившийся В этом мире Это эти четки И все, что бы мы ни попросили У святого имени Когда мы повторяем его на четках Это будет обязательно исполнено Магарай сказал, что не думайте Что вот эти четки Это просто бусики Он говорит Вот это и есть настоящее Чинтамани То, за что мы всю жизнь будем благодарны Своему Учителю Когда мы повторяем их на четках Оно работает как Чинтамани Это и есть Чинтамани Это и есть Чинтамани В любом виде В любом виде Они спрашивают их Они уничтожены Всего желания Но куда они Они привезли Эти вещи Супсвами Крюшида Сказали Супсвами 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 Они все время повторяют Харинам Они все время повторяют Святое имя И от этого они И свои И все остальные Желания Исполняют Супсвами 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 Вот посмотрите на таких Великих Учителей Как Шила Прабхупада Которым знает весь мир Моего учителя Шили Бхатисидан Сарасвати Прабхупаде А нашим Гурадеве Которым знает Во всех странах У него тысячи учеников За счет чего? За то что они Совершают Вот такой Бхаджин Шила Бхатисидан Сарасвати Прабхупада Каждый день повторял Три лакха святых имен То есть Триста тысячи святых имен Все время повторял Бхатисидан Шила Бхатисидан Такур Наш Гурадев Повторял Все время святыми И за счет этого Слава о них Теперь только будет Только увеличиваться Во всем мире Он тоже Отец Шипет Махапрабхупагия Конечно Кряньирпанта Магадев Что нужно Принвести Впрыгнуть Махапрабху Махапрабху Непрестить Что Принвести Этот Наш Как Махапрабху Чем Махапрабху Нужно повторять святых имен, это сделать за определенные правила. Каждый день я буду повторять такое-то количество кругов. Нирбанда называется. Он говорит, это очень важно, если хотите добиться результатов. Зачем нужно постоянное количество кругов, постоянное количество святых имен каждый день повторять? Для того, чтобы видеть, а то прогрессирую ли я, или наоборот уменьшается мой баджер. Если у меня увеличивается вот этот стандарт, мое правило кое-постоянное количество кругов, значит я иду в правильное направление. Если monый большинство год quiere увеличивать, значит это важно на что-то делать, потому что мой баджер уменьшается. Харизарь, Бхлебхат Бхлебхатник, Millarana Ирина невстанавливает. Что-тоially сказал. Сейчас еще лучше презентация привезла. Можно, тем не менее, вот здесь. Называю Шлиман. Магман Битер практически в применении. А так всех приглашаем. Завтра, после завтра на программу. Сейчас еще будет угощение. Не расходитесь, пожалуйста. Я чуть вас не перевела. Попробуйте рассказывать всем. Попробуйте сохранить этот книг. Почему книг? Он сам, кто пишет. Это правильный книг. Вы не можете делать это садху. Это не обычный книг. Это самостоятельно. Когда вы читаете этот книг, когда вы читаете, вы связаны с садху. Это слова великих святых, которые несут в себе определенную силу. Силу на наше сердце. Если мы каждый день выберем за правила читать их, мы будем действительно бесстрашными и сильными. Если кто-то хочет на четках получить мобильный телефон Кришни, то завтра, если хотите, он вам подарит их. Завтра. Вдень или вновь? Постой или вновь? Сегодня в девять и втром. Вдень. 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 Завтра вечером в 9 программа здесь И в шесть программа тоже соответственно. Сколько мы дней тут находимся? Завтра, потом послезавтра. Четыре дня сегодня. Завтра будет программа с девяти до двенадцати здесь и с шести до девяти здесь. Это завтра первая. Второго числа будет с трех до семи программа и третьего числа тоже с трех до семи. Если кто-то хочет задать вопросы Махараджу или получить у него учетки, можете к нему подойти. Если хотите оставить свои контакты, можете подойти ко мне или, например, по жертву, они тоже можете подходить ко мне. Да, обязательно оставьте свои мобильные телефоны, чтобы в следующий раз, да, чтобы в следующий раз у вас позвонить и предупредит, завтра приезжает Махарадж, чтобы вас пригласили. Субтитры делал DimaTorzok 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 Махарадж Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok